всем привет меня зовут кэтрин welcome to my youtube channel добро пожаловать в италию нет не так индастрия модель милан я начинаю свой первый влог с италии и я хочу немного рассказать про своего агентства индастрия модель милан во первых вместе к прекраснейший бук я вам позже покажу его во всех красок но пока что вот такие большие распечатанные фотографии формата а4 и так начну с того что я живу в модельных апартаментах на здесь очень много девочек но модельные апартаменты очень-очень большие у нас есть три столовые две кухни на одной мы готовим на другой только делаем кофе и пьем водичку также я покажу небольшой рунду своей комнаты я живу самой большой комнате нас здесь шесть человек обычной комнаты по 4 человека также если на втором этаже мне прекрасный вид из окна хочу сейчас поскорее поскорее погрузить вас в италию культуру италии также отправиться по красивым улицам италии так что давайте быстренько делаем тур и мы отправимся смотреть прекрасную италию так я живу на вот этой вот красивой кровати на втором этаже самый прекрасный шкафчик сейчас меня вам открою покажу как он выглядит внутри полочки высокие разные одежда очень удобно вешать на вешалки тут моя техника юбочки штанишки сумочки и всякие мелкие вещички очень удобно у каждой девочки есть такой шкафчик и также нам предоставляют халат с индастрии я хожу своих миленьких тапочков но скоро мы оденем кроссовки нас есть сушилка есть это кровати ребят а вот это под моя кроватка тут лежит мой ноутбук который всегда ложу в чехол вот такой вид у меня на втором этаже здесь можно на меня посмотреть и также вот здесь тоже можно меня увидеть принципе мне плюс-минус комфортно я думаю будет очень неудобно на втором этаже но я привыкла ко всему привыкаешь нас также есть огромные окна и очень хорошая вентиляция и не холодно что у нас есть кондиционер сегодня мне вот такой вот замечательный образ оверсайл штанишки любимый ремешком я вот такой опытный боковой фиджачок миниатюрную любимую сумочку с которой я очень редко хожу потому что в основном я тащу с собой бук поэтому сегодня у меня выходной и релакс этого бука все мы побежали быстрее тоже кто-то вернулся домой так еще успею быстренько показать потому что захотела водички под нашу вторую кухню эта кухня только там где мы пьем воду иногда готовим тосты я всегда открыто окно потому что очень жарко здесь на семянные кружечки берем водичку и бесплатная водичка с кодером предоставляет агентство также нас есть прекрасная карта где можно посмотреть что где добирается в основном тут карта метро и проездом и живи здесь такие напоминания что мы не забывали мы за собой прибирать также с чем нас есть такого длинный коридорчик здесь моя ванна мы снегами не посмотрим также странно машина ее прибирали поэтому нас тут мало чего осталось наше полотенце уходовые вещи вот такой вот прекрасная я в зеркале здесь наши тумбочки туалет и окошко естественно туда висят наши полотенца но сейчас уборка поэтому их убрали мы стираем полотенце у нас приходит лент леди каждый день две женщины по моему кроме выходных теперь мы отправляемся наши входной двери я достаю ключи и мы выходим больше на на последнем этаже здесь всего три этажа мы будем всегда много по лучшему отпускаемся по такой прекрасной лестнице я отправляемся на метро но я здесь очень близко метро относительно по моему минут 7 или 10 идти и также я сейчас покажу колорит италии из-за то что я влюбилась в нее почему я влюбилась в нее сейчас я покажу первое что бросается в глаза когда вы приезжаете в италию это маленькие дома узкие улицы и забавные пешеходные переходы сейчас покажу почему светофоры в италии выстроены таким образом как и обычные светофоры для машин пешеходные переходы горят как красным зеленым так и желтым цветом метро в милане классическая для европы длинные коридоры оплата проездной картой забавные сиденья для одного человека при выходе также прикладываем карту со станции дома мы сразу же попадаем на миланский собор и можем рассмотреть его со всех ракурсов и увидеть прекрасную галерею виктора эмануила второго это тот самый миланский собор сегодня не только его хочу вам показать а сегодня мы отправимся в где можно еще с другого ракурса посмотреть на эту красоту здесь конечно же очень много туристов основа не стоящего центрального входа сейчас безумно жарко поэтому я хочу показать вам его немножко позже но может чуть-чуть подсниму также здесь рядом есть та самая галилея который собраны все известные бутики и сейчас я жду подружку и мы пойдем с ней красивейший музей также можно перекусить уличной едой которую можно приобрести в таких забавных фургончиках миланский собор очень красивый главный символ города и 1 по важности достопримечательность гигантский беломраморный собор выполнены в поздней готической архитектуре один из известнейших сооружений в мире галерея виктора эмануила одна из самых дорогих и роскошных торговых пассажей в мире здесь находятся бутики гуччи прада доль чакобана вирсачи и других люксовых бренды пассаж накрывает огромный стеклянный купол выполнена форма креста музей навичента музей разделен на тематические залы по которым можно проследовать хронологическое развитие современного искусства нам дали такие билетики и мы прошли за 3 евро первый этаж посвящен международным авангардистам а также работы экспрессионистов сороковых и шестидесятых годов чем выше вы поднимаетесь тем более новой работы увидите второй этаж посвящен футуристам здесь собрана богатая коллекция произведений на третьем этаже расположена комната с неформальными работами крупнейших итальянских мастеров весь верхний этаж посвящен луча фонтана один из самых красивых видов музей произведена серия так называемых монографических островков оно дает представление о богатой разнообразной работе художников после музея мы отправились перекусить и зашли в покехаус своеобразное место где можно собрать собственный болл или купить самостоятельно в готовом виде я убрала первый вариант и заказала покер с киноа нутом тофу авокадо помидором чукой авокадовым соусом и ореховой посыпкой после и отправилась домой итак мой телефон уже почти разрядился поэтому мы после музея сходили в поки классное место чтобы покушать и набрать собственную себе еду сейчас я иду домой для того чтобы зарядить телефон немножко отдохну потому что устала очень после музея 3 часа находились и мы потом продолжим гулять я хочу показать вам ночной милан очень сильно я зашла в апарту уже переоделась и сейчас мы отправляемся смотреть ночной милан я вместе с полиной я зашла музыка питали отдельное наслаждение лёшей пожалуй лучшая музыка для вида ночного милана я зашла музыка питали и Так, мы гуляем в центре Милана. Мы сейчас идем в Грому пробовать очень вкусное мороженое. В прошлый раз я там была, мне безумно понравилось. Поэтому я надеюсь, в этот раз тоже будет очень-очень вкусно. Очень много выбора начинки. Я, скорее всего, возьму крем-де-гром. Мы присели кушать мороженое возле такой вот статуи. Здесь любимое место, на самом деле, гулять ночью, потому что здесь очень мало людей. Очень красивая атмосфера и рядом классные вкусные заведения. Очень красиво. Такая инсталляция интересная. Здесь галстук с голубем. Красивые места, чтобы посидеть и посмотреть прекрасный вид. Здесь обычно фонтан, но, видимо, сейчас уже поздно и фонтана больше нет. Это самый центральный Apple магазин. Оказывается, в центре всегда было такое прекрасное зеркало, а я об этом даже не знала. Но ничего, будем исправляться и узнавать все новое вместе. Вот и самые прекрасные дамы, которые я недавно нашла. И удивилась, что как так можно интерпретировать прикольные образы. Прямо специально для подружек. Вот та самая прекрасная дома во всей красе. И вот здесь, вот сегодня я была в музее. Вот такой прекрасный ночной Милан. Мы невероятно классно погуляли, покушали. Сейчас собираемся ехать домой в апартаменты. И встретимся уже с вами завтра. И пойдем даже на магазинчик. А сейчас мы идем отдыхать, смотреть фоточки, обрабатывать и монтировать это видео. Все, всем до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok